Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности. Дачная амнистия, срок которой продлен до 2026 года, позволяет быстро зарегистрировать права на недвижимость. О том, как работает закон и почему он важен не только для дачников, но и для горожан, разъясняет сегодня в нашей программе заместитель директора кадастровой палаты по Самарской области Максим Владимирович Гольцов. Здравствуйте, Максим Владимирович. Здравствуйте, Елена. Ну что же, да, тема очень актуальная, особенно вот в преддверии майских праздников. Скажите, пожалуйста, а вообще в чем, в принципе, суть дачной амнистии? И вот я сказала, что она продлевается до 2026 года, то есть следует полагать, что она будет продлеваться и дальше. Елена, вполне возможно. Давайте обратимся к самой сути дачной амнистии. Она действует уже на протяжении более 14 лет. Несколько раз она продлевалась. И необходимо отметить, что граждане воспользовались своим правом по регистрации объектов недвижимого имущества, земельных участков и дачных домов и жилых строений. Граждане зарегистрировали по дачной амнистии более 14 миллионов объектов недвижимости по всей России. По Самарской области таких объектов, ну, более 300 тысяч. Поэтому это действительно очень востребованная процедура. И после продления все больше и больше граждан желает таким правом воспользоваться. Продлевается она потому, что не все граждане успели зарегистрировать свои объекты, находящиеся, и земельные участки. Хорошо. Давайте сразу обозначим, вот какие объекты недвижимости не распространяется дачная амнистия. Ну, проще говоря, кто не сможет ею воспользоваться. Давайте, Елена, мы будем говорить о том, кто сможет воспользоваться от обратного. От обратного. Ну, хорошо, давайте. Да. Дачные амнистии смогут воспользоваться граждане, владеющие на праве собственности земельными участками и имеющие объекты недвижимости, возведенные на данном земельном участке. Дачная амнистия распространяется на объекты недвижимости, на дачные дома, садовые дома, объекты индивидуального жилищного строительства, которые соответствуют нормам, попадающим под объекты индивидуального жилищного строительства, соответствующие нормам градостроительного регламента. Хорошо. Кто может воспользоваться, вы сказали. Давайте тогда мы приступим к документам, какие необходимы для упрощенного оформления собственности. И куда с этими документами нужно обращаться? Для оформления объекта недвижимости, в данном случае садового дома или жилого дома, я хочу сразу оговориться, что изначально сказал дачных домов. В 2018 году вступил в силу 217 закон о садоводстве и огородничестве, который полностью исключил понятие дачных домов. Сегодня не существует так называемых дач и споров вокруг того, что же является дачей, дачным домом и каким образом можно его оформить. Сегодня существуют только садовые дома и жилые дома. Садовый дом – это дом, который предназначен для сезонного проведения проживания, и жилой дом – это дом, который предназначен для постоянного проживания. Так вот, какие дома можно оформить? И садовые, и жилые дома? Либо только садовые по дачном месте? Мы можем оформить и жилые дома, и садовые дома, и хозяйственные постройки. Главное, чтобы эти объекты полностью соответствовали признакам объекта недвижимого имущества. Разница лишь в том, что жилой дом предназначен для постоянного проживания, и, соответственно, граждане в дальнейшем могут озаботиться тем, чтобы зарегистрироваться в данном жилом доме. Да. Скажите, пожалуйста, Максим Владимирович, а обязательно ли вот так называемые сезонные, как Вы сказали, садовые дома для сезонного проживания оформлять в собственность? Вообще, зачем это нужно – оформлять в собственность по дачной амнистии? Это же ведь влечет за собой налоги и, соответственно, траты. Спасибо, Елена. Это очень хороший вопрос. На самом деле, это право гражданина. Это необходимо только для того, чтобы в дальнейшем можно было распоряжаться этим объектом недвижимости. Его можно будет унаследовать, его можно будет продать, подарить и, соответственно, распоряжаться данным объектом. Без регистрации права собственности такие сделки сделать будет невозможно. Хорошо. Если земля оформлена в собственность, а дом нет, можно ли будет, как Вы сказали, продать, подарить, обменять, я не знаю, вот такой объект недвижимости, когда дом не оформлен по дачной амнистии, а земля – да, либо это объекты неразрывно связанные между собой? И продать, подарить дом, ну, естественно, вместе с земельным участком можно будет только в том случае, когда право на объект недвижимости, в данном случае Вы задали вопрос про жилой дом, либо про садовый дом, должен быть в обязательном порядке зарегистрировано. Я хочу сказать о том, о порядке регистрации. Да, пожалуйста. В чем соответствует, в чем является смысл дачной амнистии. Смысл дачной амнистии как раз состоит в упрощенном порядке постановки на кадастры, учет и регистрации права на объект недвижимого имущества. И для целей регистрации гражданам необходимо всего лишь документ, подтверждающий обладание земельным участком, свидетельство, либо акт органов власти, когда выдавался этот земельный участок. И, соответственно, необходима декларация и технический план, подготовленный на основании этой декларации. Технический план могут подготовить кадастровые инженеры. Это люди, которые занимаются специальным оформлением. Да, да, да. Кадастровый инженер, который имеет соответствующие документы и уполномочен на подготовку такого технического плана. То есть за планов в кадастровую палату обращаться не стоит, а нужно обратиться напрямую к специалистам? Обратиться нужно напрямую к специалистам. После того, как будет подготовлен технический план и все необходимые документы собраны, обратиться необходимо в многофункциональный центр и подать соответствующие документы. В кадастровую палату напрямую обращаться не нужно. Хорошо, вот все-таки разъясните, пожалуйста, еще поподробнее, вот в чем состоит именно вот эта упрощенная система оформления. Ведь согласитесь со мной, что вот эти документы собрать все-таки надо. А если они утеряны, а если они какого-то старого образца, а если их вообще нет, а землей и домом люди пользовались на протяжении многих-многих лет? Ну, Елена, документы на объект, на садовый дом, либо на индивидуальный объект, объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом, они не могут быть утеряны. Мы изначально говорим о том, что речь идет о удачной амнистии, этих документов в принципе никаких нет. Но в обязательном порядке гражданин должен подтвердить право владения своим земельным участком. И в случае, если право зарегистрировано, то нужно обратиться за регистрацией только объекта капитального строительства, садового или жилого дома. Если право не зарегистрировано, тогда необходимо будет предоставить документы, которые подтверждают выделение этого земельного участка. И в данном случае будет зарегистрирован и земельный участок, и объект капитального строительства. Логичный вопрос. Во сколько обойдется гражданам оформление недвижимости, вот как раз подача на амнистии? Да. Оформление обойдется в 350 рублей. Это уплата государственной пошлины. И, соответственно, необходимо будет заказать технический план у кадастрового инженера. Стоимость можно будет уточнить непосредственно у кадастрового инженера. Да, уже на месте. Скажите, пожалуйста, Максим Владимирович, а может ли быть садовый дом признан жилым? И что для этого требуется? Да, садовый дом может быть признан жилым домом. И существует обратная процедура. Можно признать жилой дом садовым домом. Для этого нужно будет обратиться. Есть соответствующая процедура. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления и подготовить соответствующие документы, которые позволили бы считать садовый дом жилым домом. То есть нужно будет провести соответствующее обследование, инженерное изыскание. Это можно будет заказать у специальных организаций, специализирующихся на данном виде работ. И необходимые документы подать в органы местного самоуправления, который выдаст заключение о соответствии данного дома всем необходимым техническим регламентам, безопасности, пожароопасности и возможности его эксплуатации. Скажите, а что это дает? Вы сказали, можно и наоборот капитальный дом признать садовым. Вообще зачем нужны эти процедуры? Да. Признать садовый дом жилым домом необходимо лишь для того, чтобы в дальнейшем можно было беспрепятственно проживать круглый год и, соответственно, зарегистрироваться в данном доме. Скажите, а это будет влиять как-то на увеличение стоимости, если, допустим, люди захотят его продать? Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Это оценочное суждение. Если покупатель ищет соответствующее жилье, которое позволит ему проживать постоянно на данной территории, наверное, да, это определенным образом будет влиять на его рыночную стоимость. В 2019 году категория дачной участки была упразднена, остались только садовые и огородные участки. Вот скажите, пожалуйста, влечет ли это за собой впоследствии какие-то изменения для владельцев? И вот все-таки велика разница между садовыми и земельными огородными участками? Елена, законодатель впервые ввел такое разделение и разделил земельные участки на садовые и огородные. И разница действительно весьма существенная. Разница лишь в том, что на садовых участках можно строить объекты недвижимого имущества, жилые дома, садовые дома и, собственно, беспрепятственно проживать. На огородных участках разрешается вести только, использовать участки для отдыха и занятия земледелием, огородничеством в личных целях. А вот построить объект недвижимого имущества уже нельзя. Ни садового дома нельзя строить, ни объект индивидуального жилищного строительства. Только хозяйственные постройки. А как узнать, принадлежит ли вот тот или иной участок земли как раз вот к тем критериям, которые вы перечислили? Это где-то зарегистрировано? Ну, как-то внесено в кадастровый план, я не знаю. Для этого необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости и, соответственно, уточнить, к какой категории относится данный земельный участок. Хорошо, спасибо. Как узнать актуальные сведения о принадлежащей мне недвижимости? Вот можно ли это сделать вообще, не выходя из дома? Наличие актуальной информации об объекте недвижимого имущества можно узнать, воспользовавшись различными электронными сервисами, на публичной кадастровой карте, либо на сайте Росреестра. Хорошо. Анонсируя нашу программу, пришли вопросы от телезрителей, я очень хочу их задать вам. Вот спрашивают вас, а нужно ли регистрировать теплицу? Очень часто задаваемый вопрос. Это право каждого гражданина. Если он хочет зарегистрировать свою теплицу в качестве объекта недвижимого имущества, она должна соответствовать признакам объекта недвижимого имущества. Если у нее есть бетонный фундамент, есть стеклянные окна, есть капитальная крыша, да, такой объект можно будет зарегистрировать. Но надо понимать, что это влечет за собой определенные обязательства. Это будет объект налогообложения, и это будет объект недвижимого имущества. Если теплица является сезонной постройкой в виде легко возводимого объекта, то не требуется. Видимо, вопрос связан с тем, необходимо ли зарегистрировать данную теплицу. Нет, конечно, не требуется. Хорошо. Вот такой вопрос. Нужно ли регистрировать маленький садовый домик, в котором живут только летом? Мы об этом говорили, но вот тем не менее, повторите, пожалуйста, еще раз. Можно его зарегистрировать. Опять же, это право гражданина, если это является объектом недвижимого имущества. Если этот дом является садовым домом, его зарегистрировать можно и нужно, в том случае, если вы хотите его подарить, продать, унаследовать и так далее. Вот еще такой вопрос. Какие еще строения, помимо домов и дач, попадают под дачную амнистию? Под дачную амнистию попадают хозяйственные постройки, гаражи, теплицы и так далее. Любые объекты, которые являются объектами недвижимого имущества, неразрывно связанными с землей на данном земельном участке. Хорошо. Давайте все-таки поговорим и вернемся еще к преимуществам дачной амнистии. Вот какие бы вы выделили главные преимущества дачной амнистии? Скажите, пожалуйста, она продлена до 1926 года с какими-то изменениями, либо в том составе, вердикте, который была изначальная редакция? Сегодня дачная амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать объекты недвижимости без получения разрешений, без подготовки проектной документации, без ввода в эксплуатацию. Для регистрации и постановки на кадастровый учет необходимо подготовить лишь технический план и подать декларацию. Да. И все. Хорошо. Ну а как понять, что твой дом, твоя земля были оформлены ранее именно по дачной амнистии, а не просто зарегистрировано право собственности? Есть ли вообще различия между дачной амнистией, оформлением дачной амнистии, либо просто зарегистрированное право собственности на землю и на дом? Если вы хотите понять, зарегистрирован ли объект, для этого необходимо запросить сведения в Едином государственном реестре недвижимости. Максим Владимирович, расскажите, пожалуйста, ну вот как оформить дом и землю по дачной амнистии, вы очень подробно рассказали. Скажите, пожалуйста, а можно ли зарегистрироваться в этом доме? Ну, проще говоря, получить прописку. Да, Елена, можно зарегистрироваться в этом доме, но для этого должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, этот дом должен быть жилым. Мы говорили о том, что на земельном участке могут располагаться сезонные постройки, может быть садовый дом, может быть жилой дом. Если дом является жилым, то это является предпосылкой к тому, чтобы можно было зарегистрировать там свое проживание. Но для этого должно соблюдаться еще ряд условий. Во-первых, дом должен стоять на земельном участке, земельный участок должен находиться в собственности у вас. Далее, земельный участок должен находиться в границах населенного пункта. И, соответственно, данному дому в органе местного самоправления должен быть присвоен адрес. При соблюдении этих условий гражданин может подать заявление о регистрации в данном доме. Да, в данном доме. Ну, хорошо. Но вот как подать документы, это, наверное, тоже проблема? И я так думаю, что их существует несколько способов. Расскажите, пожалуйста. Если мы с вами говорим о подаче документов, о регистрации права и кадастрового учета по удачной амнистии, да, существует несколько способов. Первый и самый массовый – это подать документы непосредственно в многофункциональный центр, подав заявление. И, соответственно, напомню, тот пакет документов – это заявление, декларация и технический план. Далее можно подать документы через уполномоченное лицо Росреестра при выездном обслуживании. Можно подать документы посредством почтового отправления. И можно подать документы в электронном виде через посредством сервисов интернета. А давайте-ка поподробнее расскажем про выездной прием. Что это за услуга? Вы ее предоставляете? Законом предусмотрена подача документов через уполномоченное лицо. В законе прямо эти уполномоченные лица прописаны, которые имеют право принять документы от заявителя при выездном обслуживании. Да, мы такие услуги оказываем достаточно длительное время. Мы оказываем услуги по приему документов при выездном обслуживании, при курьерской доставке документов. Заказать выездное обслуживание можно, позвонив по нашим телефонам. Я назову это телефон 250-28. Либо направив заявку на электронный адрес в кадастровую палату. Хорошо. Но вот все-таки давайте поговорим еще и об актуальных сведениях, о принадлежащей мне недвижимости. Вот как это можно сделать, ну, грубо говоря, здесь, сейчас? Также есть ряд возможностей для того, чтобы узнать актуальную информацию о принадлежащем вам недвижимом имуществе. Не выходя из дома, мы можем воспользоваться различными сервисами. Это сервис публичной кадастровой карты, либо сервисы справочной информации Росреестра в режиме онлайн. Либо мы можем заказать сведения через многофункциональный центр, либо также воспользоваться сервисом выездного обслуживания кадастровой палаты. Максим Владимирович, вот все-таки продолжая разговор о дачной амнистии, скажите, пожалуйста, вот тоже наверняка вопрос, с которым вы сталкивались. А вот можно ли оформить дом, если он находится на землях ИЖС? Да, конечно. В законе прямо сказано, что под дачную амнистию подпадают объекты недвижимого имущества, которые располагаются на садовых земельных участках, а также на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство. Самое главное, чтобы объект недвижимого имущества, если это объект ИЖС, должен соответствовать требованиям градорегламента. Хорошо. Вот если что делать, да, опять же, возвращаясь к дачной амнистии, что делать, если на вашем участке, ну, к примеру, нет построек, просто земля, недострой или баня, вот как людям понять, что вот именно данный мой участок подходит, подпадает под дачную амнистию? Дачная амнистия предусматривается упрощенный порядок регистрации, во-первых, земельных участков, во-вторых, объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках. Некоторые положения дачной амнистии действуют бессрочно. Это касается, в первую очередь, земельных участков. Вы можете зарегистрировать свое право на земельный участок, который был вам предоставлен до 30 октября 2001 года. Если на вашем участке нет никаких построек, ну, соответственно, вы зарегистрируете в упрощенном порядке только свой земельный участок. После регистрации права на земельный участок, если на вашем участке есть постройки, мы об этом уже с вами говорили, если они являются объектами недвижимого имущества, которые имеют признаки недвижимого имущества, они неразрывно связаны с землей, вы можете воспользоваться своим правом и зарегистрировать, поставить на кадастровый учет и зарегистрировать дом, баню, сарай, гараж и получить право собственности, зарегистрировать свое право собственности. Ну вот, кстати, какой бы вы совет сейчас дали нашим уважаемым телезрителям, если вот, к примеру, есть земля, время идет, все меняется, и, возможно, люди запланируют постройки вот той же бани, того же дома, как лучше зарегистрировать землю сейчас, просто землю, либо подождать, ну, благо, время есть, люди же планируют постройки, да, уже когда все будет возведено, и сразу за один раз оформить все постройки. Здесь совет может быть только один, конечно, каждый для себя решает самостоятельно воспользоваться ему тем или иным правом или той или иной возможностью, либо этого не делать, но, тем не менее, сегодня на рынке существует много недобросовестных участников рынка, назовем проще мошенников, поэтому для того, чтобы обезопасить свое владение своим имуществом, конечно, мы рекомендуем регистрировать, не откладывать, но потом и регистрировать право собственности на свои объекты недвижимого имущества. Сегодня вы регистрируете право, вы получаете возможность им распоряжаться, завтра вы продолжаете жить, строить и так далее, и так далее. Но самое главное, после регистрации права вы становитесь собственником, у которого раньше было свидетельство о праве собственности, сегодня выносятся сведения в Единый государственный реестр недвижимости, и ваш земельный участок является защищенным. Более того, многие земельные участки до сих пор не имеют границ, поэтому я крайне рекомендую тоже не откладывать надолго, а провести уточнение границ своих земельных участков в соответствии с теми параметрами, которым он соответствует. И тогда это позволит исключить всевозможные споры с вашими соседями, а также теми недобросовестными приобретателями, которые двигают заборы рядом со своими земельными участками. Хорошо, что вы, да, коснулись этой темы, потому что лучше провести эти работы заранее, ведь как быть, если фактически, к примеру, участок меньше или больше, чем по документам? Параметры дачной амнистии сегодня говорят о том, что вы, регистрируя право собственности на свой земельный участок, можете установить границы данного земельного участка в соответствии с его фактическим владением. Однако, конечно, нужно проводить экспертизу, правовую экспертизу тех документов, по которым выделялся данный земельный участок, потому что существует ряд ограничений и допущений по минимальным и максимальным размерам земельных участков. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, а сколько участков можно зарегистрировать собственность подачной амнистии? Один, два? Это вообще как-то закон регламентирует? Елена, если вам был земельный участок выделен в соответствии с законом до 30 октября 2001 года, вы можете воспользоваться таким правом, предоставив соответствующие документы в органы регистрации прав и зарегистрировать права в упрощенном порядке. Хорошо. А вот так называемые самозахваты не попадают под дачную амнистию? Конкретизируйте вопрос, что такое самозахват. К примеру, да, выделили участок земли от какого-то предприятия, от завода, школы, там, медучреждения, и пользовались этим участком год, два, десять. Ну, фактически, как бы, документов никаких на руках нет. Я просто сейчас вспомнила случай, вот буквально недавно знакомая рассказывала. И возможно ли вот такие участки оформить по дачной амнистии? Если вы вышли в чистое поле, поставили забор и начали возделывать этот земельный участок, то, конечно, никаких документов на руках о том, что вам выделялся в соответствии с законом данный земельный участок на каком-либо праве, конечно, вы не сможете воспользоваться. Это не ваш случай. Если земельный участок был выделен вам в соответствии с действующими нормами закона, конечно, вы можете этим воспользоваться. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, что из вышесказанного вами сегодня следует, что нужно обязательно знать и понимать, если человек хочет воспользоваться правом дачной амнистии? Вам нужно понимать, что у вас есть земельный участок, что у вас есть минимальный комплект документов на этот земельный участок, что он выделялся в соответствии с законом, и вам необходимо зарегистрировать, поставить на кадастровый учет, зарегистрировать права и желательно уточнить границы земельного участка для того, чтобы быть спокойным и чтобы можно было распоряжаться вашим объектом недвижимого имущества. Ну, до 26-го года продлена дачная амнистия. Все-таки стоит поторопиться оформлять землю, дом, собственность, либо можно еще подождать. Конечно, это ваше право. Конечно, это ваше право. Вы можете ждать до 2026 года, но ждать не надо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город изговорили». Мы сегодня про дачную амнистию. Ну, и как совершенно справедливо сказал мой сегодняшний гость, это ваше право. Но вашим правом воспользоваться необходимо. Всего хорошего. До свидания.